Дорогие наши люксюмбуржцы, Марина Викторовна и все-все-все, мы сейчас разъединены, но мы можем видеть и слышать друг друга. Пусть все беды и трагедии останутся в прошлом, а Новый год пусть снимет напряжение, принесет нам вдохновение, возможность встречаться и тепло обнимать друг друга. Делиться новыми открытиями, наслаждаться общением и радоваться сердечному, талантливому, новому. Пусть Господь хранит вас и тех, кто вам дорог, кого вы любите. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы хотим порадовать вас и себя небольшим фрагментом из этой программы. Это стихотворение одной из трех, посвященных Марине Цветаевой во время их близкого общения в 1916 году. Звучит гитара моего сына Александра, которого вы прекрасно знаете. Осип Мандельштам в Марине Цветаеве В разноголосице девического хора все церкви нежные поют на голос свой. И в дугах каменных Успенского собора мне брови чудятся высокие дубой. И с укрепленного архангела мивала я город озирал на чудной высоте. В стенах Акрополя печаль меня снедала по русскому имени и русской красоте. Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, Где реют голуби в горячей синеве, Что православные крюки поет черница, Успенье нежное, Флоренция в Москве. И пятиглавые московские соборы С их итальянской и русской душой Напоминают мне явления Авроры, Но с русским именем и в шубке меховой. Хочу обратить ваше внимание в строчках Успенье нежное, Флоренция в Москве. В Флоренции есть этимологически точный перевод Фамилии Цветаевой, Цветочная фамилия адресата. Есть поэтический ответ Марины Цветаевой на эту строку о Флоренции В стихотворении «После бессонной ночи слабеет тело» Целая радуга В каждом случайном звуке И на морозе Флоренцией пахнет вдруг. Жизнь продолжается Поэзия бессмертна В моем бокале Шампанское и Крем де Кассис То есть Кир Рояль Я поднимаю этот бокал Для того, чтобы поздравить вас С Новым Годом, Любимые наши люксембуржицы И до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин